Самого доброго утра, в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет! Сегодня о мусоросжигательном заводе. Напомню всем, что мы встречаемся в пятницу в 18.00. Цель нашей встречи. Во-первых, встречу опять организует застройщик мусоросжигательного завода. И мы сломали им немножко схему. По идее, та предыдущая встреча должна была закончиться миром, и они бы приступили плавно к постройке этого завода. Но что-то пошло не по плану. Мы помним, что мы немножечко переломали ситуацию. Мы это простые люди, такие как ты и я. Оказывается, Латвия это демократическая страна, и здесь все возможно. Мы поверили в свои силы, и у нас все получается. Но расслабляться, ребята, не надо. Надо дожать ситуацию. Итак, в 18.00 мы встречаемся. Напомним, что эту встречу опять организует застройщик. И мы сломали ситуацию, они хотели ее провести онлайн. У них не получилась эта история. И теперь мы все будем собираться очно. Они будут сидеть напротив нас, будут сидеть мы. Мы понимаем, что правда на нашей стороне, и ситуация у нас будет следующая. До сих пор нет ни одного человека, который был бы за мусоросжигательный завод. Есть какие-то три мистические человека, которых никто никогда не видел. И тысячи людей, которые возмущены тем беспределом, который устроили политики. Не просто политики, а политики из Думы в Умраке, которые заседают. Есть большое подозрение на то, что там была получена огромная взятка. На это все похоже, и с ними мы разберемся чуть-чуть позже. Сейчас нам надо отстоять свои права. Итак, на этой встрече самое главное не вестись на провокации. Вы должны понимать, что там будет полиция. И желание набить морду, оно очень большое. Она присутствовала и в этот раз. И я понимаю, что придут нормальные мужики, которые захотят не разговаривать, а просто набить морду. Ребята, у меня ровно такое же желание. Но в этот раз надо не попадаться на провокации и каким-то образом промолчать. Следующий момент. Мы избегаем эмоциональных высказаний. Я понимаю мамочку троих детей, у которой накипело и хочет что-то сказать. Не делаем так. Есть отличные вопросы. Они были заданы в предыдущий раз. Это люди подготовились. То есть среди нас есть наиболее умные, наиболее ударенные, и мы видим, что у нас все получается. Есть вопросы, на которые застройщик не может ответить. В предыдущий раз мы задали вопросы, и вы должны понимать, что они эти вопросы выписали. И их юристы, психологи, социологи, маркетологи, они подготовились. Они придут заряженные. Вы видели эти мерзкие рожи, с которыми мы общались? Там на них креста ставить негде. Это законченные твари. И вы должны понимать, очень важно, эти законченные твари получили отличный гонорар. И они его будут отрабатывать. Что бы ты ни хотел, но мы такое общество, что у нас ради денег люди намного готовы. И они будут отрабатывать свои деньги. Что мы должны понимать? Что депутаты купленные, они получили взятку. То есть наши избранники, наши враги. Те люди, которые пришли нас убеждать в мусоросжигательном заводе, они получили такие суммы, что они за эти деньги будут драться и стоять до последнего. Но нас больше, нас больше. Это наша земля. Отступать нам, ребят, некуда. Если коротко подвести итоги, то примерно как люди задавали вопросы, мы не хотим здесь, вот здесь вот, мусоросжигательного завода и не допустим его. Зачем вы нам пришли рассказывать о том, сколько метров будет труба, сколько машин туда приедет, сколько тонн мусороотходов вы будете сжигать. Не будете вы здесь сжигать. Вы нам не нужны. Нету здесь, на этой территории человека, который поддерживает это. Для всех остальных, я напомню, ребята, это афера. Вы должны понимать, если мусоросжигательный завод поставит вот эту трубу, то заражен будет Саласпилс, Кингаракс, Плявники, Пурцимс, Улбрака, Стопени. Но они решили взять наиболее продажную часть нашего населения, это Стопенских депутатов. Они были более лояльны, продались за более маленькую сумму. И поэтому все дела встали таким образом, как будто бы это проблема Дрейлини. В средствах массовой информации были куплены статьи о том, что это проблема Дрейлини. И ты, слушая меня в Пурчике и Плявниках, ты должен понимать, что это твоя проблема. Саласпилс, Кингаракс, это ваша проблема. Вам нужно найти время, подъехать и поддержать, помочь нам. У нас все получается, нам нужно немножко твоей помощи. Из политических объединений, Суверена Вара. Она пришла на помощь, и их юристы консультируют и помогают нам. Большое спасибо вам за это. Глория Гривцова, ну это просто Жанна Дарк нашей политики. Это девочка, которая готова драться до последнего, и она большая умничка. Порядка 15 блогеров. Что уникально, и русские, и латыши здесь объединились в один кулак. Мы теперь вместе, мы теперь сила. Вот здесь нас по этому принципу, на латышей и на русских не разделишь. Когда мы все пальчики вместе, мы можем не кисло кому-то зарядить. Без провокации. Без провокации морды мы им будем бить потом. Следующая ситуация. Глава Думы, Стопени, Гаркал, Лутборка, называйте это как хотите. Она сказала, что она отзовет свой голос, и что она с народом. Вот когда она это сделает, когда она это сделает, не на словах, а на деле, тогда мы будем это воспринимать серьезно. Но сейчас получается, что глава Стопениской думы, она с народом. А что ж, все остальные политики, получается, против народа. Поэтому, смотрите, на этом заседании мы приходим и ведем себя ровно так же, как ввели на предыдущем. У нас все получается, мы большие молодцы. Когда это заседание закончится, начнут работать юристы. Напомним, что есть сайт, на который вы заходите, и каждый евроцент, потраченный вами, нужны ваши денежки, ребят, немножко. За каждый евроцент есть отчет. Так вот, начнут работать юристы. И мы начнем делать очень много вещей. Одна из этих вещей, мы будем требовать отставки тех депутатов, которые продались и поставили свои подписи. Мы придем к этой заведующей детского садика и потребуем, чтобы она не была больше заведующей детского садика и сложила свои депутатские полномочия. И точно так же мы придем к каждому из этих депутатов. Поскольку депутаты не хотят с нами встречаться и убегают от нас, ребята, у нас очень маленький поселок, и мы каждого из вас знаем доход, место жительства, и мы придем к вам, и вот точно так же с камерой побеседуем. То есть лучше придите вы на эту встречу, и мы с вами поговорим, там будет полиция, ваша физиономия будет целая, не надо бояться, мы не злодеи. Если вы не придете на эту встречу, мы пойдем каждому из вас в дом. К каждому из вас в дом придет порядка десяти блогеров, и у вас будет своя минута славы. Если вы выбираете такой путь, такое депутатство, ну, бог вам в помощь. Но я бы на вашем месте тоже пришел бы и заявил бы о том, что вы отзываете свою подпись. Еще раз говорю, заднюю никто давать не будет, мы пойдем до конца. У нас все получается. Ну, я и закончу традиционно. Латвия – самая позитивная страна Евросоюза. Я всегда начинал свои блоги так, и всегда их заканчиваю. А что такое самое позитивное? Что Латвия делает самое позитивное? Вот эти люди, которые нас окружают. Когда мы вместе, понимаешь, и бизнесмен, и доктор, и охранник, и строитель, все вместе. Вот мы делаем позитив. Помимо того, что нам повезло с шикарной природой, да, у нас люди вокруг нас отличные. Доброе утро, Латвия, и просыпаемся, просыпаемся. Пятницу в Стопинской думе, 18.00.